Действительный статский советник Иван Ильич Пролинский всего только четыре месяца, как назывался вашим превосходительством. Одним словом, был генерал молодой. Он и по летам был еще молод, лет сорока трех и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим умением носил значительный орден на шее, умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом еще мечтал, хотя был далеко не глуп. Подчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы. Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него немного познаний, но на службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорович, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового и надежд на него не возлагал никаких. Но ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни непоследним людям и сверх того обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслия. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело, подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаяния. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно когда разыгрывался его геморрой, называл свою жизнь «Ун эксистенс манке», переставал верить, разумеется, про себя даже в свои парламентские способности, называя себя парлером, фразером. И хотя все это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять поднимать свою голову и тем упорнее, тем занощивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Даже мерещились ему подчас монументы. Из этого видно, что Иван Ильич хватал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом, таил про себя свои неопределенные мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарования стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул, он поднял голову. Он вдруг начал говорить красноречиво и много. Говорит на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить. Ездил по городу. И во многих местах успел прослыть отчаянным либералам, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался. Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что неизвестно почему, начало вдруг обижать Ивана Ильича. Тем более, что Семен Иван Шипуленко, которого он особенно презирал и сверх того даже боялся за цинизм, за злость его, тут же сбоку приковарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. Они, кажется, принимают меня за мальчишку, мелькнуло в голове Ивана Ильича. Нет, пора. Давно уж пора было, продолжал он с азартом. Слишком опоздались. И, на мой взгляд, гуманность первое дело. Гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Гуманность все спасет и все вывезет. Хи-хи-хи-хи, послышалось со стороны Семена Ивановича. Да что же, однако ж вы нас так распекаете, возразил наконец Степан Никифорович, любезно улыбаясь. Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять в толк, что вы изволили объяснять. Вы вставляете гуманность. Это значит, человеколюбие, что ли? Да, пожалуй, хоть и человеколюбие. Я... Позвольте, сколько могу судить, дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и без конца их, этих вопросов. И все вместе, все разум может породить большие, так сказать, колебания. Вот мы про что опасались. Не об одной гуманности. Да-с, дело поглубже, заметил Семен Иванович. Очень понимаю-с, и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, язвительные, чересчур резко, заметил Иван Ильич. Но, однако же, все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли. Не понял. А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность, и именно гуманность с подчиненными, от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика, гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому, возьмите силлогизм, я гуманен, следовательно, меня любят, меня любят, стало быть, чувствуют доверенность, чувствуют доверенность, стало быть, веруют, веруют, стало быть, любят, то есть, нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат все дела дружески, основательно. «Чего вы смеете, Семен Иванович, непонятно?» Степан Никифорович молча поднял брови, он удивлялся. «Мне кажется, я немного лишнего выпил», — заметил ядовито Семен Иванович, «А потом и тук на соображении, некоторое затмение в уме с Ивана Ильича передернуло. «Не выдержим», — произнес вдруг Степан Никифорович после легкого раздумья. «То есть как это, не выдержим?» — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича. «Так, не выдержим», — Степан Никифорович, очевидно, не хотел распространяться далее. «Это вы уж не насчет ли нового вина и новых мехов?» — не без иронии возразил Иван Ильич. «Ну нет, за себя-то уж я отвечаю». В эту минуту часы пробили половину двенадцатого. «Сидят, сидят, да и едут», — сказал Семен Ильич, приготовляясь встать с места. Но Иван Ильич предупредил его, тотчас встал из-за стола и взял с камина свою собольную шапку. Он смотрел, как обиженный. «Так как же, Семен Ильич, подумаете», — сказал Степан Никифорович, провожая гостей. «И насчет квартирки-то-с, а подумаю, подумаю-с, а что надумаете, так уведомьте поскорее». «Все о делах», — любезно заметил господин Пролинский с некоторым заискиванием и поигрывая своей шапкой. Ему показалось, что его как будто забывают. Степан Никифорович поднял брови и молчал в знак того, что не задерживает гостей. Семен Иванович торопливо откланялся. «А, ну, после этого как хотите, коли не понимаете простой любезности», — решил про себя господин Пролинский и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифоровичу. Впередний Иван Ильич закутался в свою легкую дорогую шубу, стараясь для чего-то не замечать истасканного енота Семена Ивановича. И оба стали сходить с лестницы. «Наш старик как будто обиделся», — сказал Иван Ильич молчавшему Семену Ивановичу. «Нет, отчего же», — отвечал тот спокойно и холодно. «Холоп», — подумал про себя Иван Ильич. Сошли на крыльцо. Семен Ивановичу подали его сани серым неказистым жеребчиком. «Кой черт! Куда же Трифон девал мою карету?» — вскричал Иван Ильич, не видя своего экипажа. Туда-сюда кареты не было. Человек Степана Никифоровича не имел об ней понятия. Обратились к Варламу, к кучеру Семена Ивановича. И получили в ответ, что все стояло тут, и карета тут же была, а теперь вот и нет. Скверный анекдот произнес господин Шипуленко. «Хотите, довезу?» Подлец! Народ с бешенством закричал господин Пролинский. Просился у меня Каналья на свадьбу. Тут же, на Петербургской. Какая-то кума замуж идет, черт ее дери. Я настрого запретил ему отлучаться. И вот бьюсь об заклад, что он туда уехал. Он действительно заметил Варлам, поехал туда-сюда, обещал в одну минуту обернуться к самому, то есть, времени быть. Ну так, я как будто предчувствовал. Уж, я ж его... А вы лучше посеките его хорошенько, раза два в части. Вот он и будет исполнять приказание, сказал Семен Иванович, уже закрываясь полостью. Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иванович. Так не хотите, довезу? Счастливый путь, merci. Семен Иванович уехал, а Иван Ильич пошел пешком по деревянным мосткам, чувствуя себя в довольно сильном раздражении.